господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно номер 267 события дня 1 петра 400 впрочем близок всему конец за 4 сентября 2016 года ну и далее ознакомление как обычно связи интернет с личностью которая перессорила миллионы людей это широко продуманная авантюра злодейство западных спецслужб сегодня так все пишут и понимает засланы специально вот так дело это из людей баранов вот сектоведы придумали слова сектоведы и прочего ничего не знает а христе речи нет всех ты знает где ну хорошо знаешь дальше то что изменения какие-то нет конечно создал пугало для устранения неугодных абсолютно точно я бы не показывался бы меня не заело это четырежды на меня наплывала официально с произнесению фамилии имени сектоборцы создали миссионерские отделы самое обманное что только можно было придумать можно создавать что угодно кроме миссионерских отделов это только богу принадлежит там власть духа святого занимается созданием распространением злобных слухов вот эти информационные отделы кемеровский и прочее подрывная деятельность этого типа это это не мои слова это из интернета взято ну что живут на трупе вчера с одной переписывался его тоже можно прочитать а Ну вот так. Сегодня тоже переписка была. Вот так. Вот так. Ну как это получилось так, что залило все, не знаю. Ага. Другая работа все-таки. Специальная система. Продолжение. Вчера воскресенье было. События простые. Храмовое служение, краткое собрание, когда вышли. После этого занятия часовые. Другие. Посещение больных. День прекрасный был. Поэтому события дня благословенные были. Все полюби, как Богу угодно. Поэтому показать наши ресурсы еще. Вот. Это больше всего я люблю в моем мире. В моем мире даже перекачал в собачьи шоу себе. Ну, хоть временно посмотрите где. Что может делать животное. Если дрессировать. Тем более человека. И вот вчера зашел один. С миром. К вам, уважаемый Игнатий Тихонович и ваши братья. Меня зовут Василий Иванович. Вот как. Родился в шестьдесят шестом году. Имея несколько образований. Женат почти тридцать лет. Есть дочка и внук. Живу в Карпатах в городе Кокс. Косов. Занимаюсь практически тем же, что и вы. Только в светской жизни. Главное заповедь по жизни. Не навреди. В отношении с Богом держу одно правило. Замолчи телом. Замолчи словом. Замолчи помыслами. И Господь услышит тебя. Откуда это взял? Ничего этого нет. Написано. Возвысь голос твой. Мой духовный статус верующий, но не религиозен. Ты совсем новое что-то придумал. Ну верующий ты. Так бесы веруют и трепещут. Я сиди в церкви и не причащаешься. Жизни нету. А жизни нету. Вообще ничего нету. Вне церкви нет спасения. Пишу. Потому что с упоением смотрю некоторые ваши ролики. В которых вы общаетесь со служителями церкви. Ибо сам настаивая на глубочайшей кадровой ревизии не только православия, но и пересмотра правого статуса религии в целом. Ну это уж непонятно вообще о чем захватил религи. Тут и мусульманство выходит. Ну рассматриваешь, а что изменится, если ты молчишь. Пояс же путей, как это сделать. И привел меня к вам. Что кстати не прошло для меня даром. И за это. За что искренне благодарю. Ничего не желаю я вам. Ни я вас даю по заслугам. Каждый получает не то, чего мы ему желаем, а то, что он заслуживает. Поэтому всякое пожелание не больше чем пустая бутафория. А я всего лишь вариант изменить это соотношение. И не только в нашу с вами пользу. Хотя во многом не согласен с вами. Имея на то не менее твердые доводы. Буду только рад единению с вами в труде. О размышлениях и во всем, что могло бы приблизить мир к истине. Добро пожаловать на мой сайт. С почтением Иванишин Василий Иванович. Улица, адрес, все открыто. Вот. В чем не согласен, непонятно. Какая истина? Какой истины приводить? Я православный, строго приезжий толкования святой церкви, канонов, трудов святых отцов. Смотрим в жития святых. Если этого нет, ну дальше это сколько людей, столько мыслей, столько разных будет. Так что я желаю Василию Ивановичу наилучших благ. Тоже на нашем сайте. Что я ему ответил? Ну скинул свое, что здесь есть. Наши ресурсы, знать где. Наш форум. Не форум. Форум посмотрели. Вот. Вот форум. Вот этот вот. Вот он наш какой форум. Православный. А это Ютуб во свете Библии. Вот. Посмотреть, что тут посещаемость. Такая. Вот уже два, три, пять, два просмотра. Вот пять роликов сегодня я выставил. Большие по двадцать две минуты и по двадцать четыре. Ну в общем сложится на час сегодня. Кто-то смотрит, кто-то что-то. Вчера вот об отзыве митрополита Алтайского Сергия у вас. Шестьсот пятьдесят. Если правильно это я понял. Пятьдесят три просмотра. За один день. Вот так. Благословен Господь. Желаем всем блага. И посетите наш во свете Библии сайт. Во свете Библии. Главное здесь это вопросы-ответы. Вопросы-ответы. Вопросы задавать тоже надо уметь и отвечать тем более. Как это Богу будет воспринято, если вопреки Слово Божие. И как если по Слову Божию. Я вчера посмотрел, наткнулся на ролик там против меня. И чего только не пишут. Ну безбожники совершенно. У нас семья алкашей была. Каких алкашей? Кто-то видел. Кто-то знает. У нас семья алкашей. Вообще этого не было. Да. Отец выпивал. Когда кончит пасти. Без руки. Одной рукой. И десять детей. Еще бы у нас было в деревне жить. Ну просто даже внешне. И то. Когда ничего нету. И начинают они. Ну пытаются как бы принизить. Но я плохой. Я не такое. Происхождение не такое. Ну глупости. Ничего и нету. Так за все же еще перед Богом отвечать. Как Григорий Ницкий говорит о воплощении Слова. Которое мы испускаем из себя. Ничего нету. Ни одного слова правильного нету. То есть сидит человек. Ну еще на ум взбредет видимо. Курят. Пьют. Давай еще напишем. Давай еще. Не вменим это Господи. Ничего они не знают. Скукота смертная. А я пошел вчера отдельно в сад. В двух садах только побыл. Наших. Собрали. Сибирь все таки. Яблоки разные. Хорошие. Собрал. Послал друзьям. В город едет Игорь во вторник. Староста. Это молочный день как называем торгует. Приятно пойти по своим трудам. Посмотреть. Что делали. Неделя. Этот день отдыхаем. Ничего нет. Пытались привезти там остаток одного автомобиля. Как музея по небу. Но не по силам оказалось. Ну теперь только трактором тащить. Да не надо ли. Не знаю еще толком. Еду всегда с собой. У меня сумочка с яблоками. Идут ребятишки. Раз подал. А ничего нет. И ничего не. И никому и не надо. Да еще не помню. Да не в памяти делал. Делал. Потому что тебе самому хорошо. Пруд сделали. Напустили. Карпов. Ловят вчера. Гляжу. На машине подъезжают. Ловят наши же деревенские. Вот уже труд. Люди отдыхают. Никуда ехать не надо. Дома. Вот он результат. И дорогу как делали. И не доделали. Тут еще. Потому что погода хорошая. С хлеба уборка уже началась. И Игорь тут возится. С горохом. Гороха много у него. Все интересно. А здесь ничего нет. Только пытается что-то сказать. Ну сказать плохое. Там РПЦЗ не такая. Главное теперь препятствие у них. Митрополит не такой. Что он поддерживает этих сектантов. Это дворкинская отрыжка ядовитая. Это слово секта у них главное. Больше ничего нету. Секта ересь. Да с вами то истинные люди. Которые сохранили веру то. Они на одном поле не сядут. А еще познакомишься поближе то. Курящие. Бритые то. Или в галстике. Ну даже внешне то. Срам один. Как правило разведенная. Абортница. Вы на себя гляньте маленько. А я про себя скажу что. Если нападает и. Придумывает что-то. Значит в действительности ничего нет. Иначе бы он взял и. Я обобрал такого то. Взял не вернул. Обманул. Но ничего нету. Раз нету. Поэтому надо. Выдумывать. Я мог бы это сейчас опять посмотреть. Но это один в десяти. На десять роликов один. Вот такой вот пакостный идет. Поэтому. Ну. На митрополита нападает. Что он хорошо. Ну. Митрополит же. Патриаршин. Нет. Он не такой. Он должен только нападать. Грызть меня. Он не грызет. Он молится. Мы договорились молиться. Я говорю о митрополите. Алтайском. Барнаульском. Сергии. Иванникове. Это Господь дал нам такого митрополита. Такие чудные отношения. Близкие. Ну. Просто. Может быть неправильно скажу. Семейные. И вокруг обстановка сразу другая. Видите. И дает. Когда ответ. Он обо мне спрашивает. Ну. То есть. То. Как и должны жить христиане. Спрашивает. А кто у вас. Епископ. Ну. Кто. Иларион. Вот. Они встречались вместе. И как раз. Отец Аким. Мой брат. Был с ними. Вместе. Каждый благословляет. Друг друга знают. И все. А то миссионерские отделы. Там. Тува. Какая-то. Бесогона. Ничего они не знают. Ничего. Лютые ненавистники. Добра. Лютые. Аж искрятся. От злобы. А это ничего не дает. Ты сам делаешься дурнее. Надо жить чисто. Открыто. И Бог награждает талантами. И ночь прекрасно проходит. И сон легкий. И ты всем доволен. Благочестивым и довольным. Великое приобретение. Приобретение. Приобретение не в квартирах. Не в дачах. Не в дипломах. Мы сейчас поставили фотографию тут. У нас коррупции показывают. Китайцы стоят на коленях. И китайцев расстреливают. Говорят. Надо говорить. Не деньги. А как в Китае. Вот. Как в Китае. А что в Китае. В Китае. И в таких. Они просто. На колене. Коррупционеров. И расстреливают. Вот так. Я мог бы показать здесь. Чтобы увидели. Молодые люди попали. Видно. Специально. stoся ли. Сюда стреляют. Такие это. Видно. Что они все. Вн interfereer. Это уже ушло. Это я смотрел утром. Вижу. Совершенно новые картинки наплывают. Вот так. Стоят на колене. их расстреливают китая если у нас бы так вели коррупции не было не знаю расстреливаться половиной стороны надо расстреливать смотришь когда какие люди вот они стоят на борьбу с коррупцией в россии нужно выделять не деньги а патроны как это делается в китае 1 2 3 4 5 6 6 около каждого двое офицеров стоят китайцы свои же китайцы на коленях одетая прилично все похоже одетая как ну разденут наверно потом убьют сейчас расстреливать рядом виновал какой-то чтобы пули не вылетали никуда все доказали видимо суд прошел такая страна 2 миллиарда и такая дисциплина нам что расстрелы ввести да не об этом я речь веду надо слово божие дать людям чтобы знали для чего живут они хотели видимо жить проще взятки какие-то брали ну коррупция еще этого не получилось у них все кого нам показывает их уже на свете нету поэтому да сохранить нас господь от расстрела и от всего что не славит бога богу нашему славу во веки веков аминь